С нами на связи прямо сейчас Николай Полозов, адвокат. Николай, приветствуем вас в нашем эфире. Здравствуйте. Добрый день. Хотелось бы для начала получить от вас оценку. Каковы перспективы попадания России в один список с Кубой и Северной Кореей? Учитывая действия российских властей, те военные преступления и террористические акты, которые она совершает, причем не только на протяжении последнего полугода в Украине, но и ранее. Это отравление скрипалей, это убийство людей в Сирии и так далее. Шансы, на мой взгляд, достаточно высокие для того, чтобы соответствующее признание, соответствующий статус в Соединенных Штатах был принят. И когда это может произойти? Я думаю, что перспектива нескольких месяцев. Есть определенные бюрократические процедуры. И в конечном счете решение должен утвердить государственный секретарь Соединенных Штатов. Признание России страной терроризма, страной, скажем, спонсором терроризма, это важный юридический процесс. Об этом говорит глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. И вот по его словам, официальное признание Соединенными Штатами России страной, спонсором терроризма, повлечет за собой серьезные последствия. Давайте услышим и также обсудим эту тему. Спонсор терроризма – это конкретная юридическая категория. И государств, имеющих такой статус, очень немного в мире. Поэтому признание Российской Федерации именно государством, спонсором терроризма, накладывает на нее максимальное количество запретов и ограничений в мире. Потому что признается, что это государство за счет своих средств финансирует терроризм, как явление в мире, и которое воплощается вооруженными силами, которые, собственно, и являются террористом. Руслан Стефанчук – глава Верховной Рады Украины. Так вот, хотелось бы сейчас разобраться в деталях, но как можно проще и понятнее, что называется. Назовите, пожалуйста, конкретные последствия для самой России, для жителей Российской Федерации, если все-таки Россия будет признана страной-спонсором терроризма. Ну, если говорить совсем просто, то это повлечет ухудшение уровня жизни в Российской Федерации, поскольку признание страны спонсором терроризма серьезно ограничивает возможности торговли, в том числе торговли товарами двойного назначения, ограничивает использование различных финансовых инструментов. Конечно, на текущий момент в отношении России введено беспрецедентное количество санкций, и часть этих санкций уже перекрывают те последствия, которые могут быть в случае такого признания. Однако важно понимать, что признание страны спонсором терроризма усиливает наложение вторичных санкций на те страны, которые осуществляют торговые операции с этой страной. И в этом смысле те пути серых схем, те пути, которые ищет Россия для ввоза контрафактной различной продукции в своих целях, они могут быть перекрыты через тщательный контроль со стороны Соединенных Штатов. Повесить так называемое клеймо государства спонсора терроризма в полномочиях американского госдепартамента. И пока там несколько не так активно, как вероятно хотелось бы нам, эту инициативу поддерживают, то инициативу перехватил Конгресс. И вот в мае в Палате представителей было предложено двухпартийную резолюцию признания Российской Федерации страной спонсором терроризма. Аналогичную резолюцию в июне также утвердил и Комитет Сената Соединенных Штатов Америки по международным отношениям. И вот ее инициаторы также приезжали в Киев. И если все-таки госдепт не решится на этот шаг признать Россию страной спонсором терроризма, то Россию может признать таковой сам Конгресс. Все-таки, как вы считаете, почему сейчас, что сейчас, главным образом мешает это сделать? Потому что говорить о том, что доказательств предостаточно, я думаю, даже не стоит. Об этом понимают абсолютно все, кто хоть сколько-нибудь интересуется новостями и всем происходящим сейчас на территории Украины и в мире в целом. Что сейчас является, возможно, главной опаской или главным таким предохранителем? Что сейчас, главным образом, затягивает этот процесс? Ну, здесь важно понимать, что все-таки процедура достаточно сложная в бюрократическом исполнении. Есть определенные сложности внутри американского политического истеблишмента. И это связано определенным образом с электоральным процессом. И внешние обстоятельства, связанные с активностью Китая в отношении Тайваня. Все это, скажем так, в совокупности отвлекает внимание Госдепартамента и не дает возможности непосредственно и сразу принять такое решение. Господин Полозов, по поводу позиции госсекретаря США хотелось бы сейчас прояснить. The New York Times написала, авторитетное издание американское, что госсекретарь США Энтони Блинкин не уверен в необходимости признать Россию государством спонсором терроризма. Что он говорит? Опасается, что ответный шаг вынудит Соединенные Штаты ввести санкции против некоторых стран-союзников, которые поддерживают деловые отношения с Россией и уничтожит остатки дипломатии между Вашингтоном и Москвой. И важная еще цитата Энтони Блинкина абсолютно говорит о том, что санкции, которые уже ввели Соединенные Штаты и другие страны против России абсолютно соответствуют последствиям, которые были бы в случае признания ее государством спонсором терроризма. Следовательно, практически результаты те же. То есть, Энтони Блинкин говорит, да, но не совсем так. Ну, как я сказал уже чуть ранее, действительно признание страны спонсором терроризма Российской Федерации может повлечь усиление вторичных санкций в отношении третьих стран, которые поддерживают торговые отношения с Россией. Кроме того, действительно введенные санкции во многом перекрывают те последствия, которые будут в случае такого признания. И, конечно, уровень дипломатических отношений между Россией и Соединенными Штатами сейчас находится, наверное, в самой низкой точке со времен Холодной войны. Здесь важно понимать, что действительно признание России страной спонсором терроризма во многом не практический, а символический шаг. И в данном случае Госдепартамент занимает такую позицию, что как бы не навредить, как бы не сделать хуже в тех отношениях, которые до сих пор еще остаются между США и Россией. Также есть у нас цитата Алексея Резникова. Он говорил о том, что Россию действительно крайне важно признать государством спонсором терроризма. Он, собственно, не так давно об этом заявил. И вот по его словам, это усложнит для России процесс получения или создания новой военной техники и также изолирует страну от цивилизованного мира. Давайте услышим господина Резникова и с вами также продолжим. Россия – это государство-террорист. Оно напрямую совершает акты государственного террора против Украины. В то же время Россия – государство-глобальный спонсор терроризма. Она пытается утвердить террор как способ решения вопросов на глобальном уровне. Этот террористический арсенал угрожает не только и не столько Украине. Он масштабируется по всей планете. Алексей Резников – министр обороны Украины. Ну вот о последствиях для самой России и для жителей Российской Федерации мы вскользь уже упомянули. И вот все-таки хотелось бы о еще возможных причинах, почему это не происходит вот так быстро, как, возможно, хотелось бы нам. Потому что есть еще мнение о том, что это несколько усложнит процесс переговоров. И когда я говорю переговоров, ни в коем случае я не говорю, что Россию собирается кто-то уговаривать или к чему-то привлекать. Но, тем не менее, какое-то общение, чтобы хотя бы слышать о намерениях сумасшедших, что они собираются делать или чем они хотя бы пытаются пугать или в чем обвинять нас. Потому что мы знаем, в чем они нас обвиняют, то они сами, в принципе, и делают. А вот как вы оцениваете этот аспект и такую причину? Ну, я думаю, что еще одна из причин – это опасение, что Россия сконсолидируется с другими странами-изгоями, будь то Иран, будь то КНДР, усилит взаимодействие и появится такой конгломерат стран-изгоев, обладающих ядерным оружием в лице России, что для Запада является достаточно серьезной опасностью. Именно поэтому Госдеп опасается делать резкие шаги, в отличие от законодательной ветви власти Соединенных Штатов, которые все-таки стремятся восстановить справедливость вот таким образом. И давайте с вами обсудим так называемый зеркальный ответ, о чем я говорю. В России хотят признать спонсорами терроризма Украину и страны НАТО. Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму соответствующий законопроект. Лидер фракции Сергей Миронов уверен, что с такими государствами необходимо разрывать дипломатические отношения, а их имущество конфисковывать. Также такие же меры Миронов предлагает применять в отношении стран НАТО, которые оказывают помощь Украине. И здесь хотелось бы уточнить, вот такие зеркальные действия, что они по сути означают? Это просто символическое решение. Для кого они, да? Для кого они главным образом? Для кого, для стран НАТО и для Украины? Я имею в виду, для кого вот такие громкие заявления и вообще эта идея? Для того, чтобы внутреннюю аудиторию еще подпитать, что мы такие сильные, нам никто не нужен, мы тут самые-самые. Либо все-таки действительно Россия намеревается как-то напугать таким образом? Ну нет, безусловно, это работа на внутреннюю аудиторию, это работа в пропагандистском ключе, это традиционное российское шапкозакидательство. Никаких серьезных ресурсов у России для того, чтобы оказывать воздействие на страны НАТО, естественно, не имеется. Те крупные западные предприятия, которые были в России, постепенно выходят, распродают ресурсы, что они будут арестовывать. Те активы, которые выкупили российские бизнесмены, поэтому всерьез относиться к таким заявлениям российских законодателей невозможно. Господин Полозов, хотелось бы вернуться немного, буквально чуть-чуть назад, но это все взаимосвязано. Вот вы сказали, что может быть такой ядерный новый клуб, точнее, страны, которые сблизятся, страны-изгои сблизятся между собой, и у них есть ядерное оружие, как у России, как у КНДР. Например, соответственно, Россия сейчас грозит ядерным ударом, и в частности по Украине. А насколько реалистично применение этого ядерного оружия? Например, если не Россия, то Ким Чен Ын. Насколько вероятно, что он может применить ядерное оружие в связи, например, с ситуацией по Тайваню, либо Китая. Точнее, Китай здесь неудачный пример. КНДР, либо Россия? Ну, здесь важно понимать, что все-таки эти автолитарные и тоталитарные режимы, они управляются людьми, которые теряют связь с реальностью, и как в январе, начале февраля, мало кто верил, что Россия начнет широкомасштабное вторжение в Украину, попытается захватить Киев, так и сейчас абсолютно не хочется верить в то, что может быть применено ядерное оружие. Но я повторюсь, свойство и суть этих режимов таково, что ожидать от них можно что угодно. Также признание России страной-спонсором терроризма это своего рода способ информировать россиян о том, что о них на самом деле думает мир. Так считает американский публицист в прошлом корреспондент Financial Times в Москве Дэвид Саттер. И вот, по его мнению, такой шаг частично может сплотить сторонников Путина, но все-таки часть россиян также может начать думать о том, что происходит на самом деле. Давайте услышим цитат. Если речь идет о стране, которая использует террористические методы, Россия должна была давно фигурировать в таком списке, особенно из-за терроризма против собственного населения. Вспомним, что Путин пришел к власти в результате взрывов жилых домов в России, и свидетельства показывают, что это было сделано не чеченскими террористами, а ФСБ. Добавим к этому убийство политических оппонентов внутри России и за ее пределами, или уничтожение гражданского самолета. Такое поведение российских властей, я думаю, делает неизбежным признание России террористическим государством. По существу, ответ на вопрос, является ли путинский режим террористическим или нет, очевиден, безусловно является. Свидетельства, которые это подтверждают, практически неоспоримы. Дэвид Саттер, американский публицист, в интервью Радио Свобода. Такие заставляют задуматься. Ну, здесь важно понимать, что все-таки у основной массы россиян уровень критического мышления не слишком высокий. Они подвержены воздействию пропаганды. И те экономические сложности, с которыми они столкнулись в последние месяцы, они напрямую с действиями Кремля не связывают. Напротив, они демонизируют Соединенные Штаты, Европу, Украину, всех вокруг, кроме себя. И надежда на то, что изнутри России подавляющее большинство в какой-то момент очнется и начнет понимать, что хорошо, что плохо, к сожалению, нулевая. Без внешнего воздействия эту имперскую болезнь, это ментальное заболевание, к сожалению, излечить уже невозможно. Николай, будем благодарить вас за экспертные оценки в нашем эфире. Адвокат Николай Полозов только что был с нами.